Всем привет! Мы уже начали обживаться. Вот как вы видите, даже вместо детского стульчика у нас здесь стоит шезлонг на диване. Кстати, уже опробовали. Отмывается легко. Кофемашина, как вы видите, переехала сюда, потому что в шкафу мне неудобно. За рамками скрывается пылесос ручный, потому что на кухне очень удобно им убиваться достаточно быстро. Мы даже на самом деле не рассчитывали так быстро переехать, но погода и капремонт соседнего дома буквально выселили нас из другой квартиры, поэтому мы экстренно вчера переехали и даже успели затестить диван. Мы его разложили и смотрели свои любимые передачи, перенося их с планшета на ТВ и отлично провели время. Что касается всех остальных гаджетов, которые нам сюда интегрировали в кондиционер, это, конечно, отдельная песня. На самом деле мы служим не поклонники кондиционеров и никогда не думали о том, чтобы поставить кондиционер дома, потому что у нас окна на обе стороны выходят, поэтому сквозняк достаточно часто. Мы считали, что ну, конди так себе идейка. Но вчера мы, конечно, оценили это в полном объеме и были поражены, насколько нам оказывается. Плохо жилось без кондиционера. Мало того, мы его сначала как бы не особо заметили, то, что он выполнен в таком дизайне интересным, то есть он практически полностью сливается с интерьером. И это отдельная вообще история, насколько красиво он вписан. То есть обычно кондиционеры, знаете, как такой народный объект, который выбивается из ансамбля, а здесь он прям единое целое и, честное слово, мы влюблены и теперь хотим поставить кондиционер и в остальные комнаты, чтобы, если что, можно было поставить любую температуру. Кстати, он работает на обогрев. Мы сначала нажали, да, устроили себе чуть-чуть сауну, но потом быстро переключились. Вот. Я вчера посидела на подоконнике, купила кофеёк, он меня выдержал. Хотя я сейчас вижу очень много по сравнению с тем, что было раньше. Но тем не менее, да, подоконник шикарный. Это моя мечта, конечно, сидеть на широченном подоконнике, смотреть в окно, попивать кофеёк, слушать приятную музыку. В общем, да, дизайнеры, конечно, покорили и нас обоих. Мне кажется, и Сына тоже, потому что он сегодня завтракал вот в этом шезлонге и просто залипал на люстры, которые у нас получились прямо над ним. И это, конечно, было отдельное удовольствие наблюдать, как он их изучает. Получается, что мы теперь практически полностью живем на кухне, потому что мы планируем ремонт во всей остальной квартире. И, в общем, нормально нам живется фактически вот в одной этой нашей кухне, и мне казалось, что она вообще какая-то малюсенькая, но дизайнеры, я не знаю, как они решились на это, но тем не менее, сейчас кухня – это целая квартира на самом деле, потому что тут есть все, что нам нужно, и поработать можно, причем мне со всех сторон хватает места и розеток. А розеток, кстати, да, целая уйма. И они, главное, так хорошо вписаны, что даже нет ни единой мысли о том, что «Ой, мне розетки не хватает, вот лучше сюда поставить». Но нет, везде есть, и везде можно приткнуться и зарядиться. Ну, в общем, кайф. Я последняя, кто лицезрел эту божественную красоту. Короче, мы сняли скатерть, а там прекраснейшая поверхность. Она такая красивая, такая вонящая, такая прям вся из себя матовая, голоденькая, и такая удобная, и, главное, по цвету очень гармоничная, что мы даже, честно говоря, не ожидали, что там такой классный стол, удобный, и ножки стоят под углом, никому ничего не мешает. В общем, это здорово. Спасибо вам, дизайнеры, огромное. Вы настоящие умнички. Надеюсь, мы еще продолжим с вами переделку. Спасибо вам огромное. И огромное спасибо передаче «Квартирный вопрос», что вы нас выбрали. И мы теперь самые счастливые семья в мире. Пока. Походите в гости. Субтитры подогнал «Симон» и 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 «Сим